В эфире только мама Аня и Чихуахуа Софийц и Эйвон. Мам, я сегодня с вами решила идти гулять. Да, чтобы меня потом не нюхать, все. Ура, 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 идем гулять. Идем гулять, ура, ура. Теп-теп-теп-теп, идем гулять. Эйвон, перестань каждый свой шаг озвучивать. Доброе утро, дорогие Софийцы. Сегодня 18 февраля, и это четвертый день недели влогов. И сейчас прямо утром мы только встали и отправляемся завтракать в одно прикольное место, которое мы сейчас покажем. Помните, во вчерашнем влоге я рассказывала про нескольких собак, которые тут живут? Которые воруют тапки и грызут. Вот одна из них сейчас от нас убегает. Здравствуйте, дети, дядя утки. Я Ивана, вас как зовут? Давайте, хотите, познакомимся? Вы куда? Вы куда? Конечно, я так и знала, что вы глупые. По пути в кафе, в которое мы идем, мы обнаружили китайский храм. Поэтому здесь, наверное, нужно ставить, я не знаю, как, если честно, это правильно называется, свечки для Будды, сжечь палочки ароматические. Невозможно, это не буддийский храм. Та и вон ты умный, да? А, например, конституционский. Вот такая ступа тут что-то сжигает. Кстати, на днях был китайский Новый год, который мы застали. Ой, смотрите, какой тут цветочный магазин. Пошли посмотрим. Вот какие-то цветочки красивые. А это специальные букетики для Будды, тоже красивые. Таиланд вообще знаменит очень различными храмами. У них обязательно в каждом городе есть буддийский храм. Причем иногда даже с монастырями. Вот такая вот башня, если можно так сказать. А внутри какой-то сейф. Нет. Это как раз то самое место, где сжигают мертвых. То есть, скорее всего, мы ошиблись. И это крематорий. Жуть. Пойдем отсюда поскорее. Ничего в этом страшного нет. Кремация – вполне естественное явление для многих религий, как для нас захоронение. Между прочим, в России первый крематорий появился до революции во Владивостоке для сжигания тел японцев. Не надо тут мурашек, надо книжки читать. Вот там вот эта высокая, это, видимо, труба этого крематория. Куда уходит дым от праха людей? Очень жарко. Нереально жарко. Просто пипец как жарко. Вот мы и пришли. Вопрос. Зачем мы шли по этой адской жаре сюда? Мы добрались до места. Называется Кефир Панган. И сейчас я скажу, зачем мы сюда пришли. Это, кстати, место держат русские ребята. Мы пришли сюда за тем, чтобы поесть здесь сырников. А еще пельменей, вареников с творогом, с квашной капустой, котлет, блинчиков. Музыкальная минутка от Сафи. Мама сырники купила, и в живот их положила, и теперь они лежат там. Сафина, да пой песню-то. Приятного аппетита вам. Там-да-дам-дам-дам-дам. Смотри, Лас. У меня как-то сегодня не идут знакомства. Пошли. Нет, чай, давай чай. Давай. А нам дадут сырников, а? Сырников. Да, не гавку, а я спрашиваю вообще-то. Ну давай же, мам, сырников нам. Да я про песню свою думала. Зачем еще? Ну давай сырники-то. За вот чем, вот зачем мы сюда шли. За сырниками. Потому что здесь есть сырники. Ух ты. У нас сырники тут есть. Мам, мне дадут. Потому что тут есть сырники. Сырники. Ладно, дай мне тоже сырники. Классик. Сырники. Сафийцей, привет. Нам принесли чай. Сырники. Сметанку. Варенье. Вот вы смотрите на меня и не понимаете, что такого в этом сырнике. А я скажу. В Таиланде нет ворога. Ну его можно самим делать, но вот так его на неделе купить. Поэтому можно делать не сырники, ничего. Поэтому я уже несколько дней не ждаю о сырнике. И теперь я исполняю свою мечту. О, водичка попить. Софи, да я тоже водички попью. Ты уже попил? Ну, Софи, вот ты жадина. Ле, давай дружить, почеши мне шарипу, а? Меня Иван зовут. Я попесил, мама, Софи нет еще. Пойдем, Вася, а то Софи тут дела делает. Пошли. Иди сюда. Пошли, класс. Смотри, мам, фонтанчик какой клевый. Три с картошкой, три с капустой. Эй, Эйвен, ты куда завязь? Кому? Так, ладно, тогда вам возьми и ты меня на ручки. Так, ты снимаешь, ну ладно, пойду на стол. Нет, не пойду, я буду слишком от вас далеко. Что, вы смеетесь надо мной, прекратите. Она просто очень, они очень сейвы там такие, вдвоем всегда. Да, вот именно я не пойду. Все, хватит, я буду тут стоять. Все, хватит, я буду тут стоять. Вот тут не хорошо, прохлада, не ты меня не трогай. Хорошенькое местечко, кефир панган, вкусно все очень. Да, отлично, хорошо, я тут лежу, да. Да, отлично, хорошо, я тут лежу, да. Пирожочек, а с чем пирожочек? Пирожочек с капустой. Пирожочек с капустой. Иди сюда, иди ко мне. Тима, я сябок. Ну ты, Софи, дала, все съела. Ой, мам, все, не надо меня тут обжорой выставлять, понимаете ли. Я съела всего лишь сырника чуть-чуть, в отличие от вас. Софи, наелась, да? Да, да, наелась, наелась. Пожалуйста. Кефир панган, так что все, кто будет на пангане, приходите. Это очень вкусно, если я люблю. Пока, спасибо большое. Мяшная кафешка по пути нам встретилась. С мороженкой. Двойной велосипед. А еще в Таиланде очень часто можно встретить, вот так просто на дороге продают фрукты. Прям нарезают их и кладут в мешочек, и можно сразу есть. Они лежат на льву, они холодненькие. Кезалин. Еще очень часто в Таиланде, так как все ездят на мотобайках, по крайней мере, большая часть населения, прямо на дорогах можно купить бензин в бутылке. Никакой автозаправочной станции, прям как в деревне. Только это и в больших городах, и в маленьких, в любых. Музыкальная минутка. Ну что ж, дорогие Софийцы, с вами были Чихуа Софии и Эйван и Аня. Сегодня закончится четвертый день влогов. Мы вас любим, надеемся, вы уже вступили в наше племя и повязали себе розовые веревочки или ленточки. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в наши группы ВКонтакте, и будет вам счастье! Домой, домой, домой! Домой, по полотству! Домой! Домой!